Девушки отдыхают Девушки отдыхают Его доходы составят более 775 миллионов рублей. В том числе это безвозмездные поступления из других бюджетов в размере 153 миллионов. А вот расходы превысят отметку в 779 миллионов рублей. Дефицит составит более 4 миллионов. В бюджете на следующий год заложены средства на субсидии для индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц в рамках реализации муниципальных программ. Увеличены затраты на развитие и поддержку ТОС на 1 миллион 244 тысячи рублей. Увеличено финансирование программы поддержка общественных инициатив на 556 тысяч 900 рублей. Увеличена поддержка малых предпринимателей на 2 миллиона 485 тысяч 200 рублей. По программе молодежь предусмотрено дополнительно 300 тысяч рублей. Также на следующий год заложено более 10,5 миллионов рублей на приобретение техники для предприятия «Чистый город». Учтены и субсидии на предоставление льгот по городским маршрутам более 6 миллионов 800 тысяч рублей. Серьезные обсуждения вызвали расходы городского бюджета в части содержания органов власти муниципалитета. При доходах в 775 миллионов около 250 планируется направить на фонд заработной платы, а это одна треть. Чтобы сократить разрыв между доходами и расходами, депутатский корпус вынес на рассмотрение два варианта решения вопроса. Но оба предполагали сокращение этой строки затрат. Председатель горсовета предложила уменьшить сумму на 7%. Депутат Сергей Свиридов озвучил инициативу группы депутатов, где эта цифра составляет 30%. Однако второй вариант администрация отклонила и не вынесла на рассмотрение комиссии. Говорить о том, что мы тратим треть бюджета на содержание чиновников, это неправильно. Потому что эти люди, работники органов местного управления, они не просто получают зарплату, они исполняют полномочия органам местного управления. Соответственно, сократив на треть количество работников, мы понимаем, что мы фактически на треть не сможем исполнить наши полномочия. Сегодня мы должны реализовать бюджет в размерах 4 миллиардов, в следующем году 750. Так зачем сохранять тот штат чиновников и платить на третью бюджета, когда нужно будет исполнить полномочия на 750 миллиардов, а сегодня на 4 миллиарда? Так в этом понимании нужно вообще сокращать на 3 четвертых в разрезе цифр. Сокращение на 30% позволило бы сэкономить 68 миллионов, которые можно направить на сохранение в полном объеме всех мер соцподдержки горожан. У нас отменяются меры социальной поддержки, на которые недостаточно средств. Вот сегодня мэр говорит, мы не предусмотрим эту меру социальной поддержки, потому что на нее нет средств. А на чиновников мы заложим 250 миллионов. Ну давайте мы на час все положим, извесим, что у нас сегодня тяжелее весит. Сегодня мэр отменяет год на посещение бань, устанавливает 50 рублей посещения. Приведенные доводы не убедили народных избранников города. За предложенную инициативу о сокращении расходов на 30% на сессии проголосовали 7 из 15 присутствующих депутатов. Валентина, я считаю, что продолжение сессии в таком случае невозможно, потому что решение приходится. Такой поворот событий не позволил проводить сессию дальше. Из-за отсутствия кворума в повестке дня осталось еще 12 вопросов. Их планируют рассмотреть 28 декабря. Алена Валерий, Роман Делимарский, телеканал «Север». Мы продолжаем. Я хочу сразу начать с обсуждения. Как мы видели только что на видеокадрах, когда шло голосование за бюджет, группа депутатов, которая предлагала другой вариант, более такой оптимистичный для города Наринмара, она вообще не проголосовала, вышла, но тем не менее посчитали бюджет принятым. Сергей Анатольевич, как юрист, прокомментируйте. Вы знаете, буквально у нас недавно беседа состоялась в этой студии. Я уже в рамках того, как ведет председатель и грубо нарушает законодательство, я уже не удивляюсь. Буквально недавно мы говорили на эту тему, когда поставленный вопрос, подготовленный группой депутатов поправки по поручению группы депутатов, я должен был доложить. Председатель, в случае на тот период, председатель горсовета Валентина Старостина, грубо нарушив права депутатов, этот вопрос не вынесло на голосование. Ну вот сейчас мы на сессии видим тот же самый вариант. Когда корума для проведения сессии нет, но почему-то председатели и депутаты, которые остались, они считают, что они бюджет приняли. И с этим мы подготовили соответствующее обращение в прокуратуру, чтобы была дана правовая оценка в данном моменте. Потому что мы считаем, что бюджет это серьезный документ, и он предусматривает расходование средств на то или иное направление. В итоге, если прокуратура придет к мнению, что бюджет принят с нарушением, и не было корума на проведение сессии, мы все в сюжете это видим, что депутаты покинули заседание сессии. Семь депутатов, то есть корума необходимо не менее десяти депутатов. Осталось восемь депутатов. Ну вот мы считаем, что от обращения мы направимся. Семь депутатов его готовы подписать. Прокуратура даст оценку. Мы попросим, чтобы это произошло в этом году. То есть в любом случае присутствующие на сессии депутаты должны дать какую-то оценку тому или иному постановлению за, против или воздержавствия. В противном случае, в общем-то, не считается принятие решения? В противном случае считается, что депутат не принял участие в голосовании. Как и произошло вчера на сессии. По второму вопросу, в тот момент, когда группа депутатов покинула зал заседания, не принимала участия в голосовании. Оставшаяся группа депутатов, восемь человек проголосовали. И непонятно, что было записано в протоколе. В итоге восемь голосов за, а остальные голоса где? Поэтому здесь ставится под большое сомнение и законность протокол заседания и, соответственно, принятие решения. Очень жаль, что остальная группа депутатов, а также администрация, не понимают очень всей важности и соблюдения законов вообще. Все ведь началось с того, что действующий мэр Татьяна Васильевна Федорова всячески препятствует нормальному исполнению полномочий органами власти, в том числе органами государственной власти, начиная с тех перепитий, судов, споров по поводу 95-го закона. Уже ситуация в связи с этим в округе, я считаю, до предела накаленная. И хочется обратиться к Татьяне Васильевне, сколько можно испытывать терпение жителей города. Выступая на сессиях, на комиссиях и на комитете, Татьяна Васильевна все время приводит доводы о том, что мы забываем о наших жителях. Но в результате того, что сегодня происходит, получается, что в первую очередь о них забывает как раз тот избранный мэр этим же народом. Ну, в принципе, я не знаю. Ситуация очень сложная, накаленная. Мы все на пределе, все. Тем более конец года, да? Вот это кресло у нас, оно уже традиционно пустует. На самом деле мы сегодня вновь приглашали сюда тех лиц, от которых хотелось бы услышать комментарии, в том числе и Татьяна Васильевна. Я предлагаю уже пойти немножко другим путем и в рамках прямого эфира дозвониться до приемной главы города и услышать ту позицию, которую они нам озвучат. Почему в очередной раз мы получили отказ на участие мэра города в программе «Актуальное интервью», касающейся, на мой взгляд, одного из важнейших вопросов, который может только быть, это бюджет города. Приемная глава города, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоится с прямого эфира программа «Актуальное интервью». Мария Владимирова, телеканал «Север». Татьяна Васильевна, можно услышать? Она выехала. У нее объезд, по-моему. А объезд от чего, если не секрет? Так, я не могу сказать, она выехала. Даже не на объезде, она вот выехала. А как долго она будет отсутствовать? Из своих структурных разделений. А как долго она будет совершать объезд? Что? Как долго она будет совершать объезд? Да. Три пяти, наверное, она точно должна быть доработка. Спасибо вам большое. Я так понимаю, что было бы классно, если бы Татьяна Васильевна приехала к нам сюда и прокомментировала ситуацию, которая возникла на данный момент. Хочется поговорить в деталях о том бюджете, который принят, чтобы люди, жители города Нарьинвара, понимали, чего им ждать в 2016 году. Сергей Анатольевич. Вы знаете, вот с вчерашнего дня все говорят, что бюджет города принят. Да, ну... Я бы к этому так однозначно не относился, потому что позиция была озвучена. Давайте тогда выработаем какую-то фразу, которую мы будем употреблять касаемо бюджета. Давайте просто назвать бюджет. Просто бюджет. Да, городской бюджет. Следующий год, как мы уже выразили свое мнение, мы считаем бюджет непринятым, и он подлежит дальнейшему рассмотрению. Ну, подробно мы говорили о поправках, которые мы вносили группой депутатов. Три депутата сегодня в студии присутствуют, которые вырабатывали эти поправки. Всего эти поправки готовы семь депутатов, которых мы видели в сюжете, которые покинули заседание. В сессии мы считаем неприемлемым, когда одна третья бюджета идет на содержание органов власти. Я говорил, что мэры и администрация заводят заблуждение наших избирателей, когда говорят, что они сокращают муниципальных служащих. Вчера принято на уровне администрации Нинского автономного округа ограничение по количеству муниципальных служащих. Их финансирование должно быть предусмотрено в размере не более 10% от бюджета города. Соответственно, если мы смотрим расходы бюджета 775 миллионов, то 70 миллионов – это предельная цифра, которая может быть расходована на работников органов местного самоправления. А сегодня цифра эта составляет 250 миллионов. То есть мы это все прекрасно понимаем. В данном случае, что делает мэр с администрацией? Они муниципальных служащих переводят в немуниципальные, охраняя на тех же рабочих местах, в тех же органах местного самоправления. Я считаю, что это чистой воды обман. Заведение заблуждения наших избирателей. В связи с этим я сегодня хочу эту позицию озвучить, чтобы избиратели услышали, что штат, администрация, городская, сохраняется в полном объеме. Практически, если будет сокращение, то будет единичное. И те же 250 миллионов, которые изначально были заложены, они остаются в бюджете. Людмила Павловна, Ваша реакция, Ваше отношение не только как с опытом депутатской работы, но и вообще с прошлых лет на все происходящее. Ну, конечно, ситуация в городе сложилась очень напряженная, ненормальная. Администрация города, можно сказать, дистанцировалась от населения. Она не слышит населения. Вот мы, голосуя против принятия такого бюджета, мы выражали волю своих избирателей. Мы общаемся с народом, знаем их мнение. И вот остальные депутаты, те, кто поддержали данный бюджет, поддерживают данный бюджет, вряд ли они даже встречались с населением и обсуждали эту тему. По-моему, тут... Это ведь мы выражаем не симпатию или антипатию к мэру или к председателю. Мы реально смотрим на вещи. И выражаем неизвестительную волю наших избирателей. И потом очень часто там в выступлениях звучат слова о передаче полномочий. Город работает не по полномочиям, он работает по уставу города. И как законодательная власть, так и исполнительная власть, они работают по уставу. А то, что часть полномочий была передана, это было известно еще с 1 января 2015 года, срок, год целый, можно было к этому подготовиться. Депутаты предлагали создать рабочие группы, чтобы... И предлагали свои услуги, и Сергей Анатольевич, и Ольга Михайловна, как юристы, чтобы помочь сверстать правильный бюджет. И администрация этим не воспользовалась, ни одной рабочей группы не было собрано. Фактически они игнорируют работу депутатов. А вот вы неоднократно уже говорили про ту группу депутатов, которая все-таки проголосовала за бюджет. Давайте попытаемся опять в рамках прямого эфира по телефону связаться с Николаем Леонидовичем Миловским. И, кстати, если нас смотрят те депутаты, которые голосовали за принятие бюджета, но не подошли к нам в студию, вдруг созрели. Вот это кресло, оно ждет вас. Можете прямо сейчас подходить и высказать свое мнение. А пока давайте дозваниваться до Николая Леонидовича Миловского, депутата Горсовета, чтобы узнать его позицию. В сердце в моем закрытые двери Ты меня ждет. Алло. Алло, Николай Леонидович? Да. Здравствуйте. Это вас беспокоит Мария Владимирова, телеканал «Север». Мы в прямом эфире программы «Актуальное интервью». Обсуждаем мы бюджет города 2016 года, в частности, вчерашнюю сессию. Хочется услышать вашу позицию по тому бюджету, за который вы вчера голосовали за. На ваш взгляд, насколько он оптимален и удобен для города, горожан? Так. Ну, смотрите. Если мы возьмем вчерашнее голосование, то вчера нам было представлено два варианта. Один, за который проголосовал я. Ну, давайте для удобства его назовем. Сокращение на 7% по всем, скажем так, структурам, управляющим городским хозяйством. Второй вариант, ну, для краткости, вариант Сергея Анатольевича. Вот. Казалось бы, он предусматривает большую экономию средств, что в условиях кризиса, ну, более, скажем так, актуально. И, скажем так, оправданно. Но в то же время он не учитывает то обстоятельство, что при сокращении достаточно большого количества работников, ну, если мы на 30% урезаем расходы на финансирование управляющих структур, сокращение будет неминуемо. Вот. Им придется долгое время, ну, где-то минимум 7 месяцев. Там 2 они работают, плюс 6 получают это самое содержание, как сокращенные, выплачивать, ну, определенные средства и расходовать на них. Таким образом мы получаем в итоге, что вариант Сергея Анатольевича, он дает экономию буквально на 2 миллиона больше. То есть одноотносительно небольшую сумму, чем вариант 7%. Вот. При этом он не учитывает, ну, скажем так, тот момент, на который обращали внимание сотрудники городской администрации, что такое большое и резкое сокращение может вызвать, ну, некий управленческий хаос. Назовем это так для краткости, чтобы не конкретизировать в данном моменте. Именно поэтому я поддержал вариант 7% как депутат, потому что считаю, что урезать расходы на органы, скажем так, управления в текущем финансовом состоянии, конечно же, необходимо, но, скажем так, пошагово и выдерживая определенный ритм, который может позволить это сделать, ну, относительно, скажем так, безболезненный, осуществить переход системы на более такой... на уровень управления с меньшим количеством управляющих, скажем так. Хорошо, понятно ваша позиция. Хочется узнать мнение. Как вы относитесь к депутатам, которые покидают заседание? Ну, я считаю, что это все-таки некое нарушение депутатской этики. Я понимаю, что это один из методов политической борьбы, но в том-то и дело, что это слишком политизирует городской совет. И вот наша фракция КПРФ и мы вот депутаты от КПРФ всегда боролись за дисциплину, хотя один из депутатов тоже покинул, то есть здесь не было у нас сразу какого-то консолидированного фракционного мнения заявлено. И тут я... Ну, вот сам уход, я считаю, что это совершенно неприемлемое поведение. В том плане, что, смотрите, сессия, конечно, официально продолжается. Сейчас до вторника как бы у нас такой большой перерыв. Но в то же время отложено решение таких вопросов, как структуру администрации. То есть, смотрите, с одной стороны тот же Сергей Анатольевич, ну, вот эта вот вся группа, как бы ее так тоже кратко обозначить, чтобы словами особо не распыляться. Но, в общем, депутаты, которые ушли, они ратуют очень сильно за сокращение. В то же время сейчас администрация, подготовив структуру, где предусмотрены, как я понимаю, некие сокращения, но по этой структуре каких-то решений не принято. Соответственно, администрация сейчас просто не может сократить, не имеет... Вот вы так много говорите, нам сейчас высказываете мнение. А почему вы не согласились прийти в прямой эфир? Дело в том, что вы меня, ну, скажем так, вызвали за очень... За несколько часов я, во-первых, не был подготовлен говорить о такой, безусловно, очень обширной и важной теме, как бюджет. Во-вторых, вы уж извините, но сейчас последние дни перед праздником по работе огромное количество дел, которые срочно надо закрыть. И у меня план был составлен, ну, достаточно уже давно. Хорошо, спасибо вам большое за вашу позицию, за ваше мнение. Мне тоже хотелось в пятницу уйти пораньше с работы, на самом деле, но никак не получилось. Прокомментируйте, пожалуйста, выступление. Вот особенно касаемо покидания зал, ведь фракция КПРФ, фракция очень часто покидает, да, в Госдуме заседание. Знаете, вот хотелось бы сказать, в принципе, по позиции, которая была сейчас озвучена. Знаете, напрашиваться, в моем понимании такое мнение, у меня уже складывается, что члены коммунистической партии, да, которые представлены сегодня в разных представительных органах, собраниях депутатов в Горсовете, почему-то пользуются двойными стандартами, я бы это так назвал. Потому что идет опять вот выступление депутата от партии КПРФ заведение заблуждения. Структура, которая сегодня представлена в Горсовете, она не предусматривается, крещение, а предусматривается просто перераспределение между заместителями функциональных обязанностей и отделов и управлений. Вот та представленная структура, к ней очень-очень много вопросов вот у нас, у депутатов, потому что там практически нет никакого сокращения. Те же четыре заместителя, а руководитель аппарата считается заместителем по зарплате и по функционалу, они остаются. Нам много говорят, что вот если мы сократим на 30%, то будет какой-то некий управленческий хаос. Вы знаете, я вчера смотрел новости к тому, что в районе было уже более 50% сокращения, они еще сократили на 12%. То есть сегодня в районе идет сокращение больше, чем на 60%. И они год отработали, но при том, при всем, что у них полномочия по ЖКХ остались. И они справляются с двумя заместителями и с сокращенной структурой на 60%, более чем 60%. Работа идет, вопросов никаких не возникает. Вы знаете, я работал начальником правового управления городской администрации около трех лет. То предложение, которое мы выработали на 30%, я хочу еще сказать, что есть еще резервы на сокращения, по которым мы готовы обсуждать их в январе, в феврале. И вот это сокращение на 30%, это то минимальное, что можно сегодня сделать без, как говорят, сейчас нам пытаются сказать, что вот хаос, да, нанесем ущерб управлению. Это как раз можно сделать без ущерба. А другие вопросы мы готовы обсуждать дальше, дальнейшее сокращение, как вот произошло в районе. Еще 10%, 20%, 30%. Я думаю, здесь как раз вопросов обсуждения. Это первый момент. Знаете, вот пришел с интересной газетой, товарищ, почему я говорю о данных стандартах. Газета декабрьская, которая, здесь есть интервью депутата, собрания депутатов, не из Катаномного округа, Александра Ивановича Стаблина. Прочитаю дословно. Члены фракции КПРФ также отметили, что несмотря на неоднократные заявления руководства округа о необходимости оптизации расходов на содержание органов управления, по проекту бюджета не видно, чтобы что-то реально будет сделано. При обсуждении бюджета по каждому департаменту в отдельности, то есть у них возникают вопросы, что 1,16 часть, которая сегодня предусмотрена в окружном бюджете на содержание государственных служащих, это много. А 1,3 в городском бюджете это мало. И такой бюджет нужно обязательно принимать. И вот они пишут, что по сложившейся уже практике в первую очередь опять пострадают простые люди. Ну, вот как раз мы это и говорим, что тот бюджет, который сегодня пытаются нас заставить принять, да, я по-другому это уже не назову, потому что уже применяют разные методы, как раз пострадают простые люди, которых лишает мэр льготной бани, льготного проезда в общественном транспорте. Вот пострадают. Вы знаете, процесс сокращения чиновников, он всегда происходит. Вот сейчас президентом и премьер-министром принято решение о сокращении чиновников федерального уровня на 10%. К тому, что сокращение еще произошло в этом году. Нам говорят, что мы сейчас сократив на 30%, создадим проблемы. А где была мэрия год? Большинство львиная доля, кроме образования, перешла уже с 1 января этого года. Почему с 1 января, у меня Павла правильно говорит, если мэрия тяжело, мы готовы помочь. У нас есть квалифицированные специалисты, мы готовы включаться в рабочие группы. Но мэрия целый год бездействовала, любили и мэр. Год заканчивается. Что у нас с передачей полномочий? Успевают они передать по образованию? По образованию? Ну, не знаю, как они успеют. Дело в том, что все мы знаем, что 18 декабря на мне очередной сессии было принято решение об утверждении перечня имущества, передаваемого как имущественные комплексы в соответствии с федеральным законом 122. Тем не менее, в округ пост на сегодняшний день поступили документы по имуществу, которые сопровождаются договором пожертвования, о котором мы все знаем, как это все принималось и делалось, что в данном случае передача имущества в связи с распределением полномочий осуществляется в соответствии с федеральным законом 122 ФЗ, а не по договору пожертвования. Поэтому сегодня можно сказать, что уже 25 число, акты на сегодняшний день не подписаны по процедуре позаконной. И как это можно успеть сделать, я не знаю, потому что необходимо будет входить к нотариусам, необходимо будет подать соответствующие документы в налоговую инспекцию, в Росреестр. Нотариусы на следующей неделе прекращают свою работу. Этим все сказано. Я не знаю, как будут с января работать 20 коллективов учреждений городских. И всему этому способствует наш руководитель города. Я хотела бы еще добавить по поводу выступления нашего коллеги по двум моментам. Да, действительно, структура – это очень важный документ. Я еще раз подчеркну слова Сергея Анатольевича о том, что на сегодняшний день нам представлен проект структуры, которая не претерпела практически никаких изменений, а только перераспределение функционала. В таком виде структура принята не может. Понимаете, ради того, чтобы принять? Во-вторых, структура должна была быть внесена в городской совет еще намного раньше. Потому что и полномочия, как уже было сказано, с 1 января большая часть полномочий, я хочу акцентировать внимание, более 30 полномочий ушло с 1 января в округ. Более 30, ой, более 13, прошу прощения. И второй момент по поводу поправок, которые были предложены, озвучены Сергеем Анатольевичем. Ведь мы, когда предложили эти поправки вынести на обсуждение, мы попросили администрацию обсчитать наши предложения, поправить, если что-то не так, если что-то мы не учли, а мы действительно в этих поправках не учли средства, которые необходимо было бы предусмотреть на сокращение численности единиц. Но ведь для этого у нас и существует рабочая комиссия. И мы на рабочей комиссии предложили свой вариант. Это первое. Второе, хочу обратить внимание на то, что проект бюджета у нас формирует и оформляет администрация, исполнительный орган. Это их исключительная полномочия. Депутаты не имеют соответствующего образования полномочий для того, чтобы правильно сделать расчеты бюджета. Поэтому мы своим правом депутатским воспользовались, предложили свое предложение, свое видение. Администрация обязана была это рассчитать, предложить. Мы готовы были обсуждать. Но в итоге мы получаем, что расчеты нам представлены не были. Голосования по нашим предложениям без каких-либо расчетов, пояснений нам представлена возможность не было. И мы вынуждены были пойти на голосование того бюджета. Кругом были нарушены наши права и абсолютное игнорирование как со стороны исполнительной власти, так и со стороны председателя городского совета. На голосование вы не пошли, пошла группа депутатов. Депутат Миловский сказал, что наши поправки предусматривают разницу в 2 миллиона. Цифры мы уже озвучивали, они озвучивали. Наши поправки предусматривают сокращение расходов на 68 миллионов. 7% предусматривают в пределах 16 миллионов. Разница более 50 миллионов. Вы знаете, вот эта ситуация с обманом постоянным избирателей и двойными стандартами, когда, например, депутаты в окруженном собрании говорят, что чиновников окруженных нужно сокращать, увольнять, а чиновников городской администрации нужно оставить и просто их муниципальных служащих перевести, просто у работников в этой же администрации их оставить. Вы знаете, вот опять же, это газета «Товарищ», опять же, эти двойные стандарты... Да, у нас остаются буквально 30 секунд до окончания эфира, поэтому... Ну, знаете, о двойных стандартах я уже сказал, я хотел бы в прямом эфире обратиться к прокурору низкоавтономного округа и попросить его рассмотреть вопрос о решении, которое у нас сегодня спорным является, решение о бюджете все-таки, оно принято или нет, потому что многое может возникнуть серьезных последствий. А наша площадка, она всегда открыта для общения, так что в прошлый раз, мы знаем, горожане поддерживали вашу позицию, я считаю, что все равно они и остаются, да, с поддержкой. Так что будем ждать дальнейшего развития событий и доносить до ваших избирателей о тех действиях, которые, в общем-то, вы совершаете на их благо. Благодарю вас за участие в эфире. Это была программа «Актуальное интервью». Всего доброго, увидимся.